Вот так, 8 утра, так что штыки мы уже тут и готовы к работе. Сегодня я покажу, как русские работают в Москве. Вот так вот мы работаем. Деня, привет, как дела? Деня у нас стеснительный арбитслейдеры. Вот так мы русскоговорящие и пахаем. Но зато у нас есть четкая одежда, униформа, все дела. Так вот, переходим к самому интересному. В Швеции никто не дает постоянную работу сразу же. Обычно подписывается контракт, который называется Proof Unstalling, что переводится со шведского на русский временный контракт на 6 месяцев. По окончанию 6 месяцев он определяет, смотрит, подходишь ты ему или нет. Если ты ему подходишь, он берет уже тебя на постоянную. Но многие работодатели, они на самом деле еще немного как бы пренебрегают вот этим, и они берут на работу людей. А по окончанию 6 месяцев они просто говорят, что извини, но ты нам не подходишь. Но это все. После полугода обычно вас берут или на постоянную работу, или же вас берут на часовую работу. Ну как тебе работаете на флюте? А вам как работаете? Смотрим, как профессионально складывают плед. Открутите пока что-нибудь там. Вот так вот скручиваем, да? Или складываем, говорят. Складываем. Сложно. Чтобы телек по дороге, когда мы его будем транспортировать, не поцарапался, не сломался, не споткнулся. А если даже все это произойдет, то плед его защитит. Сейчас вы наблюдаете за профессиональной работой, много лет опыта. Не пропьешь. Я мой лучший человек, да? Если кому интересна работа по перевозкам в Швеции, она нам интересна тем, что каждый день новый объект, каждый день новый клиент, каждый день новый адрес и новое место. То есть, передняка не работа шла для неположенности. Можно заработать, сработая на стопроцентную ставку, 160-180 часов в месяц и получить 2,5 тысяч евро после налогов. До налогов это около 3. Когда человек в Швеции не работает, когда человек в Швеции не работает, он, естественно, получает социаль. Социаль – это переводится как социальный пакет. А еще шведы любят своих сотрудников и дарят им вот такие конфеты. Начальная ставка на логистике и флюте – это 10 евро в час. Возвращаясь к теме о работе, тяжело найти сейчас на данный момент постоянную работу в Швеции. Сейчас никто не хочет давать постоянную работу, потому что, получая постоянную работу в Швеции, у вас очень хорошие условия появляются. Что это значит? Если у тебя есть постоянная работа, то есть фаст-контракт, постоянный контракт, то человек, если заболел, к примеру, он получает 80% от своей зарплаты в течение того времени, которого он болеет. Это первое. Второе – этому человеку должны 4 недели... Ну и что, как вам на флюте работается? Мне нравится, мне жалуются, в коллективе. Платьят нормально? Самое главное. Платьят нормально? Пищают, я еще не получал зарплату. Я еще зарплату не видел вообще. Мы еще зарплату не видели. Мы надеемся, что хорошо. Мы надеемся, что нам заплатят вообще. Мы в тебя верим. Мы с тобой. Молодец. Ну, примерно так я вам немножко рассказал и немножко показал вам, как вообще работает в Швеции по логистике. Фу, переварка. Фу. 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 Продолжение следует...